Колбаса от неизвестного производителя, печенье годичной давности, консервы с батулизмом. Несанкционированная торговля продуктами была пресечена сегодня в районе улицы Заводской. Стихийный рынок здесь основательно пустил корни. Администрация города совместно с полицией пытается очистить улицу от нелегальных торговцев просрочкой и ассортиментом непонятного происхождения. Вот правильно, рекламу делайте мне, в самом дереве, вон, пожалуйста, снимайте там товар, который просрочен. Возмущению торгашей нет предела, их заставляют свернуть деятельность. За 10-15 тысяч рублей в месяц и в жару, и в стужу граждане маргинальной внешности готовы сбывать людям смертельно опасный товар. Привлекательная, на первый взгляд, дешевизна в реальности негодных к употреблению продуктов, служит приманкой для пенсионеров и малообеспеченных людей. Нелегальные продавцы ловко вводят в заблуждение неразборчивых покупателей. Например, пачку качественных макаронных изделий можно купить в обычном магазине за 25-50 рублей. Смышленые же умельцы умудряются сбывать залежалый просроченный товар по 100. И это миф сложившийся, что здесь дешевле. Конечно, не дешевле, она просто должна быть еще. Оно еще и просрочено. К сожалению, на сегодняшний день действующие нормы законодательства предусматривают только штраф. Штраф на граждан от 500 до 1000 рублей. Администрация города обратилась в нашу городскую думу, чтобы они вышли с законодательной инициативой в краевую законодательную думу и увеличить штрафы. В городском управлении торговли с нетерпением ждут результатов от работы депутатов по данному вопросу. А пока решение не принято, в очередной раз призывают граждан поберечь свое здоровье и обходить стороной стихийные рынки. Ведь пока есть спрос, есть и предложение.